В 2020 году будет капитально отремонтирована Ржевская станция скорой медицинской помощи. Об этом стало известно в ходе заседания бюджетной комиссии Тверской области, которое провел глава региона Игорь Руденя. Ожидается, что на ремонт медицинского учреждения будут направлены средства из регионального бюджета. Около месяца назад губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе рабочей поездки посетил Ржевскую станцию скорой медицинской помощи. Глава региона отметил ее неудовлетворительное состояние и сразу им было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию на ремонт медучреждения. И вот менее чем через месяц было принято решение по перечню ремонтных работ. В ближайшие дни будет принято решение о выделении дополнительного финансирования. И я думаю, что не только внешний вид города и прилегающих территорий, но и службы скорой медицинской помощи получат дополнительные возможности и получат дополнительные позитивные изменения. К детальному обсуждению вопроса о ремонте Ржевской станции скорой помощи региональные власти приступили на этой неделе. На прошедшем во вторник, 28 апреля заседании бюджетной комиссии Тверской области было принято принципиальное решение о том, что медицинское учреждение должно быть приведено в порядок не позднее конца текущего года. На эти цели из областной казны планируется выделить порядка 22 миллионов 300 тысяч рублей. Перечень работ достаточно обширный. До конца 2020 года запланирован ремонт кровли и фасадов основного здания и гаража, замена оконных и дверных блоков, всех инженерных коммуникаций, внутренняя отделка помещений и замена дорожного покрытия внутри дворовой территории. Помимо ремонта в Ржевской станции скорой медицинской помощи в этом году будет обновлен автопарк. Ожидается, что будет приобретен новый автомобиль класса «Б». Добавим, что о необходимости повышения уровня оказания медицинской помощи в районах губернатор Тверской области Игорь Руденя говорил не раз. В частности, глава региона заявлял о необходимости создания всех условий как для пациентов, так и для медперсонала. Ответственность за эту работу ложится в первую очередь на плечи руководителей на местах. С них, по словам Игоря Руденя, будет особый спрос по окончанию сложного периода пандемии. И большая часть этой работы должна быть выполнена уже в текущем году. Продолжение следует...